В канун празднования Спаса Нерукотворного в храме Рождества Христова осветили 10 автомобилей для бойцов специальной военной операции. В мероприятии приняли участие военные, представители государственной власти, ветеранской организации, кубанского казачьего войска и другие общественные деятели. Транспорт для СВО был приобретен на средства, собранные неравнодушными кубанскими благотворителями. Началось мероприятие с молитвы в храме. Появились о том, что им знамени и все эти крепости, знамени победы и сердечные крепости Нерукорства на Сумаславе. По завершении состоялось освящение стягов Спасной Роготворной, которые были вручены военным. В окраблении подвести освящение военного Отца и Сына и Святого Душа. Аминь. Песня. Песня. Со словами на путстве к военным обратился на стоитель храма отец Александр Игнатов. Напомню слова Моисея, под знаменем, которым он сражался и говорил, Господь знамя моё. То есть вы под знаменем Бога идёте. За правое дело, а значит и победа будет за тем, за кем дело правое. Каждый из вас идёт сейчас, действительно рискуя своей жизнью. Но за вашей жизнью мы верим, будут молиться ваши жёны, ваши друзья, товарищи, оставшиеся здесь, боевые. И, конечно, церковь, мать, которая за каждой службой молится о защитниках нашей Родины. Поэтому помоги Господи, никогда не думайте, что вы уходите одни. Так и говорил Суворов. С Богом, братцы. А если ты с Богом, ты уже в большинстве. Вот этого хочу пожелать вам и каждому из вас вручить сейчас. Наши защитники получили поход на Евангелие. А в подразделения были переданы книги Нового Завета Господа нашего Иисуса Христа и Псалтырь. В этой книге вы прочитаете слова, которые наверняка слышали. Не хлебом одним будет жить человек. А вот интересный вопрос, да? А чем? Не хлебом одним. А вот в этой книге ответ на вопрос. Ведь это слова Христа. Не хлебом одним будет жить человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. А всяким словом этой книги, исходящим из Божьих уст, пусть будет для вас напутствием и благословением. Господи, благослови, укрепи защитников веры и нашего дорогого Отечества. Теперь с благословением наши воины, укрепленные силой Духа, отправились на передовую. Спаси Господи всем, кто собирал средства на это важное дело, на поддержку защитников нашего Отечества.